Делается только разгибатель. И не стараемся перебить. Задача просто, чтобы человек задохнулся. Вот это. Нейтрализовать нападающего одним ударом в кадык, проще говоря, перебив дыхание, это один из десятка наглядных примеров семинара по прикладному карате от Юрия Федоришина. Как признается сам мастер, это не секретная техника, или по-другому сказать, фокусы. Зная досконально строение тела, добавив к этому арсенал отработанных приемов, обязательно будет эффект. Люди занимаются не только для того, чтобы стать очень сильным и стать чемпионом, а для того, чтобы иметь уверенность, для того, чтобы защищать свою семью, родину и для того, чтобы быть здоровыми. Всемирный Путина насчитывает тысячи обучающих видео, где подробно описаны те или иные восточные техники. Но через экран мастерства не приобрести, отмечает Юрий Федоришин. Акцент все-таки я хотел сделать на технике, на базисных каких-то движениях, ударах, бросках. И связать немножко все вместе. Почему? Потому что я здесь первый раз, и в принципе это познавательно. Нога листком опускается в бедро пяткой. И когда люди у нас вот так ходят, и отсюда вылетает неожиданная нога вместо лоукика, попадает в сочленение связок. Все приемы и хитрости прикладного или, как еще называют, будакай карате взяты из жизни. Дисциплина отчасти включает в себя еще и элементы дзюдо. Как говорят, сразу получается только в кино, чтобы стать легендой, к примеру, как Брюс Ли. Потребуются десятки лет, но тренеры в один голос твердят, спустя год упорных занятий, появится уверенность в себе и, по крайней надобности, постоять за себя не составит проблем. Техника знакомая, техника спортивная в основном, а открывается уже аспект более прикладной ее. Тут же вот удар пяточкой, очень веселый удар был, как бы не ожидаешь, все, оно прилетает, как бы даже подготовленное. Положительный, в принципе, очень много практики, которую можно перейти на жизнь. Жизнь всякая бывает. В принципе, позитивно ведет, очень доходчиво объясняет. Я впервые, наверное, увидела, ну, после наших тренеров, после вот людей, у которых я раньше занималась, человека реально практикующего, который никогда не стоит, тем более не сидит ни на одном из своих экзаменов, ни на аттестации. Он всегда в парах, он всегда в работе. И если вдруг вы усомнились, что то, что он рассказывает, не работает, вам сразу объяснят, что это работает.